10 секунд remaining 5 секунд remaining Reserved Radiant Team Еще раз всем привет, кто решил посмотреть немного азиатские дотки. Последний четвертьфинал отборочных, последних отборочных на SL1 Азия. Осталось у нас в строю всего лишь 3 команды и каждый из них претендует... Нет, ну вернее 5 команд, но формально в полуфинал вышло только 3 и еще одна выйдет после этого поединка. Итак, Titan против MVP Phoenix. Возможно, одна из самых равных пар турнира в четвертьфиналах, хотя, конечно, здесь явными фаворитами являются Titan. Вчера по игре Arrow было видно, что, конечно, те, кто прошел через квалификацию абсолютно в Азии, не способны биться с теми, кто попал прямым инвайтом, за исключением, наверное, китайцев. То есть азиатская квалификация была очень слабой. Ну и Titan должны разбираться, конечно, с MVP. Но посмотрим. На мой взгляд, все-таки MVP способны дать какой-то бой. Хотя еще была парочка сайд против Arrow достаточно ровная. Да, наверное, даже сайд против Arrow самая такая получилась ровная пара, но тем не менее. Итак, Ember Spirit от MVP первым пиком, Operation Invoker в бане, Batrider, LeCant в бане от Titan и два пика состава. Команд MVP, он же Yamatech, на пике у Titan, Extinct, KYXY, Net и Ohio. Extinct, Net, Support, KYXY, SoloMeet, Ohio, Hardline, ну и MVP. Кэрри, команда MVP, не путать с MWP, игроком команды Titan. March, Raisin, QQ, Hinn и Foref. Ну и, собственно, начинается у нас первая игра. Да, должна, я обещал всем, что начнется в 16.00, так и должно было быть. Но не могли корейцы найти, не, точнее, малазийцы не могли найти никак себе кафе, в котором будут играть. Ну, исключительно из клубов. Играют. Ребята из Азии, ну, в большинстве своем, поэтому никак не могли найти. Но в итоге нашли. Нашли и матч начался. Правда, еще и у меня интернет падал, в общем, и Volvo тоже Fix It Please случилось небольшое. Но, тем не менее. Тем не менее, игра началась. Ну и, напомню, победитель этой пары сыграет с победителем прошлого четвертьфинала. Это LGD China, которые сегодня без особых проблем разобрались со своими оппонентами. Также из Кореи, покер. Ну, LGD посильнее Тайтанов будут. Ну, может быть, не так уж посильнее, но все-таки, на мой взгляд, поинтереснее они выглядят. Плюс ко всему, покер явно слабее MVP. Радиант Тим Бан. Дайя Тим Бан. 10 секунд. 5 секунд. Тайт Хантер. Ну, собственно, хорошая связка героев. Тайт Хантер это живая стеночка, Эмбер Спирит из-под этой стеночки нарезает. Но пока что у Тайтанов такой ганг, бэнг, пик, очень мобильный. Дум и Рубик. Да, Дум это бан против и Эмбера, и Тайт Хантера, наверное, один из необходимых. Также Рубик. И сейчас Тайт Хантер чувствует себя очень-очень здорово. Потому что ему не страшен Дум, ему не страшно то, что состилит его полезнейший ультимейт. Ну, конечно, вопрос в исполнении. Интересно будет, если MVP все-таки переиграют Тайтан. Такая интрига у нас будет. И Варлок. Варлок и Даззл. Банят хиллеров, таких хиллеров, масс файт героев. Ну, Варлок и Даззл очень хороши в тимфайте. Более того, имеют хил. Да, под Варлоком-то с Эмбер Спиритом, с прокаченным флэймгардом разбираться не очень здорово. Да еще и каким-нибудь крестом. Шадоу-демон. Шадоу-демон. В связочку с Мираной. Великолепно. Да, это мне очень-очень нравится. Шадоу-демон. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Reserve time. Ну вообще пики во второй игровой день как-то игры у нас, на мой взгляд, поинтереснее проходят. Не скажу прямо, что совсем. Ух. Но неплохо достаточно проходят игры. Джакира, вот это достаточно интересно. И весьма неожиданно, что самое главное. Джакира все-таки нечастый гость у нас. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Reserve time. Так, Джакира от MVP. Да, какую-то они задумали грязь явно. И сразу так чуть-чуть титанов из колеи выбили. Немного страшно. На улице только что был жесткий ливень, после которого отрубило весь интернет нафиг. Поэтому... Стремноватенько немного все это. Ну я надеюсь, что это не скажется сильно на нашей трансляции. В общем-то, интернет как подлагивал, так и подлагивает. Но после падения восстановился и все в порядке. Что нужно титанам? Титаны сейчас очень сильно проседают по драке 5 на 5 и по пушу ТВ-ров. Достаточно тоже сильно проседают. Нужен либо какой-то отпуш, либо усиление тимфайта значительное. И над этим думают очень долго титаны. Я уже даже... Может быть у меня дота зависла? Нет, все в порядке. Это брюмастер, которого аж на четвертый пик отдают. Вот так вот. В современной доте брюмастер появляется очень часто. Но здесь он улетает только на четвертый пик. И ответ теперь MVP. Вот MVP нужно защититься от ганга Мираны. То есть какой-то... Ганг-то тут очень серьезный. Брюмастер с даггером, Никс в инвизе, Мирана с массовым инвизом со своей стрелой. Нужно как-то от этого оборониться. Возможно, какого-то сейвящего суппорта. Но Shadow Demon Dazzle уже нету. Даже Warlock'у уже нету. Может быть какую-то венгу. Потому что пока что, конечно, их пик смотрится неплохо. Мне вообще, честно говоря, побольше нравится пик пока что у MVP. Если у них все хорошо получится. Но брюмастера недооценивать нельзя. Очень суровый дядя этот брюмастер. Прямо, ну вообще суровый. Самый суровый дядя в доте. На данный момент. Наверное. Один ИС, во всяком случае. Это Enchantress. Вот таким вот образом. То есть собираются получше выиграть начало. Для того, чтобы не дать Никсу, не дать брюмастеру хорошо себя чувствовать. Enchantress, который будет вносить шмотки из леса. Будет гангать активно с Джакира. Который, кстати говоря, тоже неплохой гангерт на самом деле. Ну, может быть не лучший. Но у него есть танчик. Есть нюк с замедлением. Скажем так, нюк не очень сильный. Замедление тоже не особо такое прям жесткое. Ну, хорошее замедление. Но суммарно получается достаточно хороший спелл. Еще бы радиус побольше был у первого спела. Все было бы вообще замечательно. Так, ну что у нас? Сенкинг последним баном. Вот такое решение принимают MVP. Интересное решение. 10 секунд remaining. Ух ты, какой герой. Faceless Void у нас залетает в пик. Вот это очень интересно. И будут пытаться в жесткий лейт уходить. Да, Void это хорошее решение. Даже очень-очень хорошее решение. Как раз таки забирают Мирану с шадоу демона в качестве такой связки на линию. Void у нас усилит тот самый тимфайт. То есть хроносфера это оружие весьма ультимативное. Ну и Void способен справляться практически с любым героем в лейте. Но MVP отвечают также очень... Вот они, если говорить о титанах, они усилили свой тимфайт последними двумя пиками. Это Брюмастер и это Faceless Void. MVP же усилились Enchantress и Сларком. Сларк это как раз тот герой, который способен носиться по карте, наводить экшен, чего им и не хватало. Ну и теперь все внимание на то, как реализует, собственно говоря, свою стратегию та и другая команда. Моментик-то достаточно важный. Итак, Хин будет играть на Джакира, Рейзен на Enchantress, QO на Сларке, Марч на Тайтхантере и 4F на Эмбер Спирити. Ухая, Хардлиния, Никс, Саппорт, Нэт, Тайтан, Тайтан, Нэт, Мирана, Экстинкт на Шадоу Демоне, KY, XY, Faceless Void и Яматех на Брюмастер. Но отличительной чертой команды Тайтан, они же бывшие Оранж, является тот факт, что еще со времен, когда играли Муша с Яматехом, эти две Эти две роли, Кэрри и Соло Мид, зачастую свапались между собой, так что здесь, в общем-то, легко объяснить. Так, ну и что у нас? Начинается игра, Охая заползает в чужой лес, давайте посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут происходит? Заходит в чужой лес, ну, естественно, против Энчандрас. Что говорить о Тайтан? Это команда, которая очень опытная, прежде всего, несмотря на то, что есть и очень молодые игроки, они все опытные, если говорить про Яматеха, то это вообще дедуля мировой доты. Ну и, собственно говоря, вот такие вот ворцы расставляют. Вообще Яматех, конечно, ждут от него всегда очень многого, и в свое время показывал он в Оранжах класс. Ну, мне всегда Оранжи нравились тем, что, несмотря на уход Муши, Муши в свое время, ну, на Интернешнле, вы помните, как он жестко раздавал, потом ушел в ДК, и как бы Оранжи распались, стали Тайтан, вернулся туда Яматех, но даже без Муши они сохранили свою основную вот эту вот фишку. Это такие жесткие тимфайты, пять на пять, там супер комбинации, какие-то красивейшие вообще исполнения. Этого, конечно, малазийцев не отнять. ждем, когда вернутся у нас в Доту игроки. Никак они не прибудут. Да, у малазийцев проблемы какие-то. Такое ощущение, что там тоже льет ливень с градом, с какими-то огромными каплями. Я сначала думал, что град, град был, но потом град закончился, и начался просто дождь. Ну, видимо, это дождь, который растаял в процессе полета на землю, потому что капли были настолько тяжелыми и огромными, просто отшибали руку. Ну, видимо, что-то в Малайзии происходит такое же, что у них не в порядке с интернетом дела. Так, переподключаются игроки, остается Ember Spirit. Никаких дудосов, надеюсь, не будет. Все хорошо, все спокойно. Все хорошо, все хорошо. Да, и опять дисконнектится. Ну, нет, ну, пожалуйста. Что происходит-то? Нет, вообще, это жесть. Второй день подряд. Всего лишь 4 БО-3 матча за 2 дня, но они тянутся с обеда, ну, можно сказать, с часу дня до позднего вечера. Вчера 8 закончилось. Ну, не позднего вечера, может быть, но до вечера. Пока у нас тут пауза, буквально секунду прервусь. Пауза, солнце до позднего вечера. Так, ну что, я вижу, что до сих пор у нас стоит пауза Ничего не происходит, к сожалению Хотя очень бы хотелось, чтобы что-то уже произошло Да, и по-прежнему два игрока в дисконнекте Смотрим в конф, никакой информации нету по этому поводу К сожалению К огромному Так, ура, наконец-то у нас все вернулось на круги своя Все, поехали Ура Все-таки начинается игра Так, я закончил на том, что нужно ставить варды против Энчандрас Не согласен я с тем, что вот это достаточно грамотные варды Мне здесь импонируют больше всего варды от Эмпайр Ну и от вообще любой команды Которая, так сказать, уважает соперника Вард ставится либо в эту точку Либо куда-нибудь в эту точку И просто контролирует передвижение Энчандрас Он ей ничего не банит Тем самым Энчандрас не понимает, есть ли у нее в лицу варды или нет Ей, в принципе, даже это не важно Не так важно Потому что... Ух ты какая рыбка Потому что, в общем-то, главное ей это крипы лесные Сейчас Энчандрас придет Увидит, что раз нету крипов Два нету крипов Разбанит себе этот спаун Апсервер варда не будет Разбанит этот спаун Но еще поставили один хороший вард Вот если МВП прочитают И разбанят вот эти два апса Это будет просто шоколадно Потому что где Энчандрас и что она делает Не будет никакого понятия у команды Тайтан Вообще никакого понятия И это, конечно... Большое преимущество Итак, Брюмастер На котором играет Яматех Против Кьюо Кьюо На миде Начинает сразу Яматеха объяснять Наверное, криты возьмет вторым спалом Да, это Снандар сейчас Сразу в лицо крит на 95 Нормально И у Сларка заканчиваются хитпоинты Да, Брюмастер, конечно, силен С вот этим критом Новеньким Фиолетовый Никс Ассасин С Дагоном Весь разодет Сапогом Выходит Видит Джакира Но Джакира, конечно, тяжеловат С Эмбер Спиритом его убивать Посмотрите на Кьюо Что вообще происходит? Не дотянулся Поунсом Могли бы сейчас убить Дотянулся бы Поунсом Все, Брюмастер отъезжал Там еще молния от Гарпи Великолепная игра, кстати, от Рейзена Да, но вот это Не великолепная игра Поставил вот такой вот вард И второго Сентрика Дайте угадаю Нету Да Есть Но почему-то не стал Можно поставить Поискать Проесть веточки Ну, решил оставить Этот большой спаун Конечно, это очень-очень плохо Самое забавное Что если он взял Вот эту Гарпию Значит, Гарпия появилась здесь Значит, здесь Спаун не забанен И вот этот вард Он стоит просто Просто так Да, такие ошибки Тоже происходят А, нет Посмотри А, да, конечно Маленькая Гарпия Она же с этого спаун О чем это я? Ну, бас Я, ну, бас Прошу прощения Да, Титаны Это вот Если мы говорим про китайцев Что они любят лейт Это все неправда Вот кто любит лейт Так это Малайзия И зачастую Именно поэтому У них с китайцами Получаются такие игры Там Малазийцы возьмут себе Супер лейт пик Китайцы их не смогут Додавить И начинается А китайцы вообще никогда Не берут пик Который в лейте слабенький То есть всегда Есть им чем подраться Так, стрела Попадает Джакиростан По двоим Великолепный И ферст блат Охайо забирает На хардлинии Наконец-то Вышли саппорты Всему про них забыли Также и MVP Выходят Убивают Good game well played Ризен Заходит Убивать курьера Но чуть-чуть ошибся И от него Этот чертик убегает На своих двоих И взлетает В этот же момент Потому что наступает Третья минута Но Ризен Не зря потратил Столько времени Он перетягивается Просто в чужой лес И начинает фармить здесь Отличное кстати решение Почему бы и нет Собственно говоря Тем временем Войд стоит против Тайда Кстати говоря Войд по идее Должен плохо стоять Против Тайда Так как милишник Но у него такое Огромное количество урона Что даже по денчерсмешам Добивает он неплохо Более того Как мы видим Абсолютно Не терпит За счет Бэктрека Просто великолепно Стоит против Тайдхантера Ну что Поздравляем его с этим Мид чуть-чуть Остается за Брюмастером Пока что Ну в общем-то На легкой линии Мы видели что Ведут так же По противостоянию Легкой Тире сложной Да Ну Сларку С Брюмастером Тяжело размениваться Так вот Ведут по этому Противостоянию Все-таки у нас Игроки команды Тайтан Потому что У Никса Уже есть Арканцы Четвертой с половиной У Тайдхантера Правда Тоже неплохой фарм Четвертый левел Но Чуть поменьше Нетворс Все-таки Он не забирал ФБ И У Вайдай Ситуация Ну скажем так Саппорты тоже не умирали Заходят в спину К Никсу Джакира Ну вряд ли Что-то здесь сможет сделать Второй левел Даже не вкачал еще Себе второй спел Ну Никс даже Не прожимает Карапаси Под вот этот Безобидный достаточно Ликвидфайр Первого левела Весьма странная Кстати раскачка Ну и Брюмастер По-прежнему в миде Чувствует себя Достаточно хорошо Сейчас Сларк возьмет Шестой Это будет небольшая проблема Мирана Становится на харду Прогоняют отсюда Тайда Шадоу Демон Выходит в мид Брюмастер против Сларка Сларк есть ли шестой Шестого нет Еще один крит Или просто удар Нужен крит Нет крита нету Два удара Нужен был хотя бы один крит Крита не вылетела Потому что крит вылетал до этого И Сларк уходит Но Сларк еще без шестого левела Ему придется идти до базы Это просто великолепно Сейчас Мирана Лип и стрелу Ну нет Это было бы слишком круто Все еще стоят ворды Все еще полностью контролируют Передвижение инчи Будет стрела может быть Или что он это просто Подошел посмотреть Может быть Пополучать экспириенс Кстати тоже неплохо Очень свободно Действуют титаны Прямо вообще Абсолютно не заботят То что происходит в игре Бегают Формят свои шмотки Свои итемы Бей кентавра А он даже не хочет политься Вы посмотрите Тем временем У Сларка проблема Ой как больно Сларку Поунс то уже нету Нет Поунс успел дать В Яматеха Не успел отпрыгнуть Сам но привязал Яматеха Это конечно большой плюс Тем временем Энчант разбила Смоук Но ей его спалила Мадам Мирана Или Мадмуазель Может быть Не знаю Так Мирана Палец Мирана Будет Поунс И какая ошибка От Нета Ну нельзя же так играть Либо ты блинкуешься До Поунса Либо ты блинкуешься После Когда он уже закончил Свои действия Но никак не во время Когда тебя привязало Да ошибка конечно Классическая Хроносфера появляется У вода Зафармил себе Мидас Какой наглый Стоит один на один С не самым слабым героем Так еще и мудряются Тут подфармливать Так Тайтхантеру сейчас Передадут привет Смотрим Будет ли хроносфера Хроносфера Ставится на двух героев Безупречная игра От Киева Эксвая Стрела Клэп Отъезжает Тайтхантер Джакира Также большие проблемы Минус Джакира Это 2-0 И всего Это 3-1 А кто умирал У нас у Тайтанов Хочу вспомнить Это была Мирана А ну да Мы только что видели Все в порядке Ну и пока что Тайтан скорее Ведут эту игру Все таки Очень много артефактов Нужно И Эмберу И Тайтхантеру Еще нужен левел И Сларк В общем то Ни левела Ни итамов Нужных не имеет Нужно Проскачиваться При том что У Титанов Уже есть Достаточно опасный Воид Который купит ПТ У него будет Действительно Хороший урон Возьмет пару Левелов Возьмет себе Баш И все будет В порядке У Никса Вендетта Его здесь пытается Прогнать Эмберспирит Уходит На свою иллюзию Так В миде Тем временем В миде Брюмастера Попытался Сларк С ДД забрать Но Брюмастер Тут же нажимает Телепорт Сларк уходит Точнее Брюмастер Уходит Сларк Остается Ну что Воид отрывается По Нетворсу 1.01 Статистика По крипам Ровно Ну при том Еще Есть Мидас Поэтому 500 монет Ведет Ну пока что Не падают вышки Да Таврпуш Конечно не с той Ни с другой стороны Особо нет Это печальная история Стрела 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 Не попадает Сларк С ДДшечкой Никс 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 Не успевает Сларк нажать Первый спел Но успевает Нажать ульту И все таки Шадоу демон Великолепно Успевает кинуть яд И его тут же Используют Чтобы Сларк Не успел себе Ничего отрегенить Сларка забирают Минус ультимейт Сларка Минус сам Сларк Выход в мид Реализованный Никс И продолжается давление Мирана Начинает настреливать По энчандрос Энчандрос убегает От саппорт Мирана Такое не каждый день Увидишь Да Ну корейцы конечно Дают слабину пока что Ох ты посмотрите Марч какой тут Нашор Великолепный Спаун Который скорее всего Сам себе сделал И в такой ситуации Он может получить Очень большой левел Сейчас Смотрим Заход к тайдухе У тайдухи Есть ультимейт Но нету мана У тайда И я боюсь что он здесь Отъедет Есть 7 стиков Не нажимает стики Не нажимает ульту Наверное правильно Она нужна для тимфайта Но отъезжает достаточно глупо Еще один фраг Тем временем Да кстати Очень неприятная тема Вот в качестве Для Сларка Сларк Имеет ультимейт В котором он невидим Но если я не ошибаюсь Купол Вайда Этот ультимейт Развеивает И все равно Делает его видимым То есть это одна из Это по моему единственная вещь Которая контрит Ультимейт Сларка В этом плане Если Сларк ушел в ульту Все ты его никак не просветишь Не увидишь Ничего абсолютно не поможет Но Хроносфера Вайда Этот вопрос решает Я правда в этом точно не уверен Но по моему это так Мы обязательно попробуем проследить Если у нас будет подобная ситуация Хотя она нетипичная Обычно Сларк умирает До ультимейта Либо после Но бывает так что В ультимейте попадает он в хроносферу Яматех 1300 Есть Маджик Ван Стрела Уходит Сларк на блинке На поунсе И войдет уже С ПТшечкой Баш правда первый пока что Баш конечно нужно раскачивать Ой-ой-ой Четвертый Энчер Смэш Не самая приятная вещь Так вот Бэктрек не сработал И сразу поплохело Немного Ну и сейчас будет По всему драку у нас Никс Виндетти Сларк здесь же уходит Да Ну и собственно Тяжело правда сказать Подтверждаются мои слова или нет Потому что все таки Сларк просидел в дисрапшене Есть Реведж Есть Реведж Реведж Ай-яй-яй Чуть раньше бы Одного Энчер Смэша не хватило Мог забрать двоих В принципе здесь успеть Еще бы немного Минус Реведж Минус Сларк Минус Тайт Ну и мы просто смотрим Изикатку Так называемую Брюмастер тут разложился Очень мало хитпоинтов оставалось Судя по всему Яматеха Да он Раскладывается Убегает зеленый пандой В которую превращается После своего альта Брюмастер Третий Ликвидфайр У Джакира Вот посмотрите Какая раскачка Интересненькая Ну и преимущество Уже как бы очевидно Команды Тайтан Оно медленно растет Медленно Но верно И сейчас появится Блинк на Брюмастере Вот очень скоро У Вайда Уже есть Поинт Бустер Поинт Бустер Мидас и Пауэр Дредс Это Хорошая скорость атаки Неплохой урон Только Баша ему не хватает Таймлок вообще не раскачан Практически Ставится отличный сентри Чтобы у Хая Гарантированно знал Ну Кусать надо Надо кусать Не успевает Среагировать Форев И умирает Да Мог сразу дать стан Чтобы не рисковать Но тогда бы урона не хватило Все очень просто Воет Денает вышку Да уйдай еще 23 секунды Сларк уходит в инвиз Но Воет слишком прочный И просто уходит отсюда На таймволке Что у Яматеха У Яматеха 2000 монет Ему остается буквально пару крипов До даггера Возможно вышку стоит сломать Но вышка-то тут фуловая Подходит Энчандрос Совершенно незаметно В этой игре Энчандрос Совершенно незаметен Тайт с его ультимейтами Джакира не показывается Сларка мы тоже видим Крайне мало Но мы хотя бы его видим Но Эмбер Спирита мы не видим Но мы правда его и не должны видеть Пошел ультимейт Мираны Стан по Сларку Все по таймингу Крит с ДД И минус Ставится сентри Ой какая хроносфера могла бы быть Но потерялся Здесь ставится хроносфера На Эмбер Спирита С самым краешком Да Ну и здесь конечно Очень тяжело будет Кейвай Эксвай Но все таки Урабатывают Эмбер Спирита Кейвай Эксвай Все еще жив Бэктрек работает Погоня за Джакира Карапасы Уходят И бэктрек срабатывает В самый нужный момент Джакира пытается Разобраться с Емотехом Есть 15 стиков Стики Ультимейт Минус Джакира Тайдхантер Есть ревенш Но я не уверен Что стоит его давать Зажимают Брюмастера Нужно поднимать воздух Поднимает Тайда Ну и лучшее решение Еще и камень в лицо Сларку Стан По двум героям Нет Клэп по двум Стан по одному Тайдхантер Все еще есть ревенш Приходит сюда Мирана с четвертой стрелой Никс Блинк Брюмастер Блинк Ну а Войт Просто подформил себе Пару ассистов Забрал имберспирита Чуть оттянул ему Тайминг нужных артефактов И вполне доволен собой Хотя сам Панетворс Войт не такой уж и крутой Если мы посмотрим 78 крипов на 14 минуте Это не так много Но есть Мидас Есть 2 кила 3 ассиста Это неплохо Мидас покупает Энчантрос Достаточно поздний 15 минуты игры Только сейчас покупает Рейзен Мидас Но тем не менее Мидас есть Можно и поесть Тайдхантер Все еще с реведжем Формить себе мекку Да ну конечно реведж Вчера у нас был Тайдхантер Который ультанул Один раз за игру Дэнает вышку Реведж В одного вайда Серьезно Да Ну и просто сейчас будет Очень больно Сларк уходит в инвиз KYXY ТП домой Сразу же очень мало хп Остается Shadow Demon Здесь Сларк уходит Сларк уходит на хосте Пытается кого-то поймать За вышкой Но в инвизе контролирует Его Никс Есть еще и блин Ну и фактически Это втроем была Драка от Тайтона Они втроем здесь находились Брюмастеру сбивают Клэп С помощью моноберна Интересный способ Но почему бы и нет Ну и нет Тем временем Спокойно фармить на топе То есть что получилось Минус ультимейт Тайтхантера Минус хроносфера Воид выживает Все выживают У МВП Но при этом Дрались втроем Тайтон И сейчас с Брюмастером Будут показывать Что такое Просто даже без Клэпа Чтобы никаких шансов Не было его засайленсить Хорошее решение Стан Рейзен Рейзен успевает Включить хилл Но Shadow Demon Он тут же использует Свой яд Тайтхантер Без ультимейта Есть анчер смеш Дает анчер смеш Остается 600 хитпоинтов Эмбер Спирит Вписывается Сларк У Shadow Demon Проблема Вовремя себя прячет Shadow Demon И это шанс Шанс выжить Для Shadow Demon Сларк Ультимейт Воид Хроносфера 23 секунды Сларк пытается Убежать Ну кажется Это все Все Это все тщетно Брюмастер забирает Килл Три в ноль Четырнадцать два Вот так вот у нас Просто в одну калитку Эта игра протекает Воид Тысячу монет До Аганима Тысячу Всего на все Кира не попадает По Миране Мирана уже взяла Себе девятый левел Это второй Старшторм Четвертая стрела Неплохой урон Может с драки наносить Примастер уходит В инвиз Также фармит Себе Аганим Для чего Нужен Аганим Войду Вот я честно говоря Был не сторонник В свое время Собирать этот артефакт Ну я вам так скажу В версии там Шесть Семь Шесть Сейчас восемь Шесть Семьдесят восемь В версии Шесть семьдесят восемь В какой нибудь Ну и когда только Вторая дота вышла Когда героев было мало И герои Действовали Несколько по другому Отыгрывались Вариант С Аганимом Потому что иногда Ты за драку Успеваешь поставить Ух ты Вот это замах Стан Мимо Шадоу демон Поймает Линчу Ловит Энчантрас Соу кетчер Проходит Вот это урон Просто стрела В попец Вошла Ультимейт От Мирана Просто на отступление Судя по всему Воид Покупает себе Аганим Но должен Да Покупает себе Аганим Летит почему-то Наверх Кура Не совсем понятно Почему Воид у нас Находится снизу Или подождите Или он все Просчитал Вот на самом деле Очень простой мув Но если действительно Это такой тонкий расчет Браво Малайзия Просто браво Малайзия Как много затупов Бывает Когда курьер Летает сначала сюда Потом сюда Заранее направил Курьера на топ Потому что Телепортировал сюда Туда Чтобы забирать вышку Это Очень логично Но при этом Так редко мы это видим Даже в решающих играх Важнейших турнирах Кура бы скорее полетела Вот так вот Потом вот так вот Безусловно Конечно Это мелочь И По другим компонентам Малайзийцы Может и сопернику уступают Многим Китайским дотерам Ой как больно Сларку Просто ничего не осталось Голем добивает 31 атака У голема Сларку бит Нейтральными гриппами Ну на самом деле Для Никса Ассасина Важнее то что Сларк умер Нежели Получить за него Какую-то награду Хотя это было бы Тоже очень-очень приятно Ризен с Мидасом Ну тут мы видим уже И Патма с Мидасом Все выходят Супер лейт Воид хочет много артефактов Патма хочет много артефактов То есть такой Своеобразный Второй кэрри Получается При этом Есть еще и Брюмастер Очень сильный лейт Получается За счет этого Три кэрри Брюмастер Фейслис Воид И Мирану Против двух Сларк и Эмбер Спирит Ну и при том Эмбер Спирит Пока что это еще не кэрри Это герой Который фармит Свои артефакты У него даже батл фури Пока что нет Хасту забирает Сларк Иллюзии забирает Брюмастер Почти огоним У Брюмастера Так же Очень свободно Действуют Малазийцы 10 тысяч Преимущество Вот так вот методично Никуда не торопясь Они дофармили Своё преимущество Всё у них замечательно Всё хорошо Переманил иллюзию Брюмастера Судя по всему Никс уходит в Вендетту Никс будет фармить Мекку Интересное решение Ну и Брюмастер Практически с огонимом Спешить Малазийцам Вообще некуда Водит Покупает себе маску Интересно для Мома Или всё-таки Бум В Тайтхантера Входит Ну как же вы здесь Прогрызть Срабатывает тут же Пассивка Ещё один стан Никс уходит Да Тайтхантера Так не пробить Была бы Инча Это всё Это было бы минус Был бы минус герой Но если бы правда Одна была За Тайтхантером Туда никто не хочет лезть Ну что у нас 1.0.10 У Никс Ассасина Шикарная игра Атугайо Ухайо Хантер в позиции Выходит Нужно прятать Тайдуху Нет Всё-таки Сларк умирает первым Отличный Ассас Макропира Где же Макропира Макропира ещё нету Воет Уходит на телепорте Никс уходит Вендетту Так всё просто Взяли Убили Сларка Телепортировались Ямаотех Запрыгивает Стрела в Джакира Минус Джакира Будет ли ульта А ульта Тайтхантер уже была О чём я говорю Чём я говорю Эмбер Спирита Можно поднимать Воздух Или можно его убивать Эмбер Спирит Уходит Это стоит очень мало ХП Тайтхантер Висит в воздухе Мирана По-моему Слишком агрессивно Сейчас сыграла Стрела Попадает Венчантер Снимает пол ХП Эмбер Спирит Забирает Мирану Тем временем Блюмастер Никого не забирает Тайтхантер Слишком толстый Ну в общем Размен 2 в 1 Саппорт Мирана На Сларка И на Джакира Достаточно ровненький Но всё-таки В пользу команды Тайтан Мэднес Берёт себе Кй-экс-ва Идёт дальше Фармить Почти 16 левел Это 6 секунд Будет хроносфера Стоять очень долго 6 секунд Ультимейт Площадью больше Чем Блэкхол Единственный минус Запирает союзником Ну площадь больше Чем Блэкхол БКБ пробивает Ну не дамажит Не стягивает Но Блэкхол Ты дамажит тоже Не особо сильно И стягивает Весьма посредственно Всё-таки Очень маленькая скорость Но дизейбл Блэкхола Всего 4 секунды А тут 6 И при этом Кулдаун 60 секунд То есть Один Блэкхол В полтора раза Хуже хроносферы Но за За время Трёх Хроносфер Можно скастовать Только один Блэкхол Итого Вопрос Во сколько Раз хроносфера Лучше Блэкхола Если вычеркнуть Тот факт Что Блэкхол Не засасывает Тиммейтов И чуть-чуть Дамажит 4,5 раза Получается У меня Такая вот Нехитрая арифметика Воид готов запрыгивать Есть Мэднес Есть вообще Всё что нужно У Тайтхантера Реведжа нет Кстати говоря Реведж тоже Откатывает дольше Хотя наносит Больше урона И станет Но станет На гораздо меньшее время Имба какая-то Получается Ну фактически Это единственный Спелл Вайда Именно Под тимфайт Два спела у него Чисто для себя Баши Бэктрек Один Ну таймволк Тоже в общем-то В сочетании С хроносферой Хоть что-то даёт Что у Тайтхантера В руке A bit of bot A bit of bot Какой-то обломок лодки Это лодка Охренеть Кусок лодки Блин Крутое на самом деле Оружие Хочу Ice Armor Великолепное решение Против Вайда Да и не только Против Вайда Вообще Отличное решение Мир Спирит Делает Чик-чик-чик Хроносфера На трёх героев 6 секунд Стойте Дорогие друзья Тайтхантер Не успевает Развлетиться Минус тай Живёт Всё ещё Киева Вытанковывает Весь урон Но кажется Всё-таки умрёт Да Умирает Эмбер Спирит На байбеке Шадоу Демон Прячет себя Брюмастер Продолжает Раздавать Стан от Охайо Сларк Возвращается У нас в игру Здесь же Отличный Айспас Охайо Успевает Прожать Карапаса Подстанил Чуть-чуть Оппонентов Будет ли Монобёрн Не будет Монобёрна Ну и Брюмастер 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 Сфера Закроет Что увидели Бойню Интересно Какую Бойню У нас давненько Не было Но судя по всему Дота Лагает Выходит Сатир Пурджитель Получает Крит В лицо Просто лежит В нокауте Майк Тайсон Против Против Кого-нибудь Первые 10 боёв Практически так же Выглядели Даже не успел Заппурджить Толку бы От этого Не было Никакого Эмбер Спирит Очень слаб Возвращ Позиции Прыжок Запирает Одного только героя Но Тайтхантера Нужно успевать Убить Айспас Клэп Солхэтчер Тайтхантер Убивает Воид Успевает Отступить Никс Ассасин Нужна Вендетта Никс Ассасина Прячут Порошок Поднимают Воздух Эмбер Спирита Мека Реведж Тайтхантера В одного Никс Ассасина За что? Так не любите Охая Прюмастер Продолжает здесь Развлекаться С игроками МВП Уходит Телепорт Ох Не успел Привязать его Если бы Привязал Форев Было бы Очень круто Ну что В итоге Тайтхантера Его байбэк Разменивают На одного Никс Ассасина Такие вообще Минимальные Размены Происходят В этой игре Но как-то Эмбер Спирита Особо сильнее Не становится Он очень медленно Фармит В то время Как у Вайда Тут уже скоро Будет БКБ То есть БКБ плюс Аганим Это достаточный Артефакт Для Вайда Для того Чтобы Вытанковывать Абсолютно Весь урон Можно купить Еще бабочку Которая даст Еще немного Такой возможности И плюс Еще и даст урона Дальше просто Можно покупать Любые артефакты На урон Правда это и так Я уже назвал По факту Раз Два Сапог Бабочка Это будет Четыре Останется Два слота Один из которых Мом Но смысл в том Что в БКБ Вайда Убивать Очень тяжело Снимают Вышку Снизу 409 И Матех Пока что На Брюмастере Неудержим Так Ну а что У нас KYXY Купился БКБ Выходит На Сларка Можно чаще Пытаться Ультовать Смотрим Сларк Да Ну тут Конечно Без шансов Действуют Более Командно Тайтона Перетягиваются Все в пятером Собирают героя И конечно Очень мало Командных действий От MVP Они только Командно Обороняются Но командных атак От них нет Совершенно никаких Это плохо Очень тяжело Играть Только обороняясь А еще тяжелее Выиграть Только обороняясь Возьмите в пятером Найдите кого-нибудь Убейте Конечно Брюмастера тяжело У него есть Ульта Вайда Тяжело Ну кого-то Найти можно Бам Сгрыз Ну вообще Это сказывается Как раз таки Пик MVP Который Изначально Был заточен Под Тимфайт Скорее чем Под какие-то Ганги И теперь Им тяжело Они остались Без инициативы Когда ты Остаешься Без инициативы У тебя Все очень Очень плохо KYXY 18 левела Пошла Стрела Попадает В крепца Есть Хроносфера Ну и сейчас Хроносфера Наверное Будет драка Потому что У Брюмастера Также есть Ульта Форса Джакира Сларк Вообще Не добавляются У него Артефакты Как у него Был этот Огар Клаб 10 минут назад Или 20 минут назад Так и остался Вардфиш Готовят атаку Аккуратненько Смотрите Аккуратненько Не торопятся Воид Ну хотя Здесь можно Просто от Простого Играть Запер одного Убил Отступил Все Как в общем-то Играют пока что Тайтаны Потому что Ничего они не придумывают Они пытаются Убивать много Они убивают одного Даже если драку Проигрывают Или ровно Получается драка То там куча байбеков Минус золото Наберн Закрывает Шикарно Пошло БКБ Форев умирает Байбек есть Непонятно Пока есть ли байбек Смотрим Марч отступает Без маны Без реведжа Воид продолжает Носиться в БКБ Под Момом Ой-ой-ой Как больно Сларку И Сларк Наверное Уже отсюда не уйдет Да Воид добивает Сларка Брюмастер с Агонимом Не прощает Тайтхантер Но Тайтхантеру Все-таки удается Отступить Попадает Зато Энчантрас под фокус Минус Энчантрас И еще и Джакира Цепляют Поднимают в воздух Синяя панда умирает Нечем задиспелить Камень Воид прыгает Дальше Клэп Стан по двоим Минус Джакира Остается один Лишь только Тайтхантер Подбирает гем Энчер Смэш Минус Шадоу Демон А Шадоу Демон Подбирает гем Вот так вот Какой же толстый Марч Вы посмотрите Всех разобрали в секунду Марч все еще жив И не удается его убить С ума сойти Просто Чуть Воид не отъехал Тир-2 вышка все еще стоит Ну конечно за явным преимуществом Эту драку выигрывает у нас Тайтан Эмбер Спирит Пытается догнать Хоть кого-нибудь Нет Мог подцепить Брюмастера Убили бы Но не стал рисковать Воид тем временем Ставит Хроносферу сверху Не совсем понятно на кого Возможно просто для того Чтобы задумать вышку Ну откат очень маленький У Хроносферы В принципе здесь можно понять Спешить абсолютно некуда Эмбер Спирит 11 тысяч Но это еще даже Не доедалось В то время как у Вайда Сейчас появится Первый артефакт на урон Мирана Почти хекс Да Это шикарный выбор На самом деле На саппорт Миране Хекс Вообще на любом саппорте Самый лучший артефакт Если ты не знаешь Что купить Покупай хекс Хекс плох не бывает Никогда в доте Такая механика Я не знаю Игру где плох хекс Хекс плох только В той ситуации Когда Тебя пушат И тебе нужно отпушивать А ты покупаешь хекс И то не потому что Хекс плох А потому что Другие артефакты Тебе нужны Нужен отпуш Сам по себе Хекс Ну не бывает Что ты его собрал Он бесполезен На любом герое Абсолютно Хоть на Вайде Круто Покупайте хекс 25% От продажи хексов Будут добавлены В призовой фонд Вот так вот Было бы кстати круто Тогда все бегали бы С хексами И у нас каждый турнир Как интернешнл Был бы собирал Бабосиков Мьёльниру Брюмастера Слушайте А орбэффекты Теперь работают На зелёной панде Я вот не помню Ну кстати Бьёт она Теперь достаточно быстро Я имею ввиду Панду В целом В своё время Панда была Действительно такая Как панда Беленькая Но потом Её перекрасили В бежевый цвет Почему-то Ну и надо сказать Уже достаточно привычно Это смотрится Физ был Одно время зелёный Сейчас стал синий Так Мирана Хекс Ультимейт Заходят Воид Ищет свою жертву Но никого Не находит И вас Он кормит Форева Последняя Тир 2 вышка Нужно забирать Её И уже ломать Хайграунд Может быть Сначала выйти На Рошана До этого Но схема Примерно такая Так Что у нас Войда Воид себе Что-то купил А что он себе Купил Я не знаю Ага Это всё-таки Бабочка Кейвай Вообще не хочет Умирать Хекс Пошёл На Форева Стрела Минус Форев Секунду Есть ещё Хроносфера Можно ставить Ставить Брюмастер Блинк прямо в хрон Но не важно Шадоу Демон Забирает Энчантрос Минус 2 Минус вышка Брюмастер Там куражится Ну и нужно Заходить на Тир 3 Чтоб вот этот парень Возвращался домой Ультимейт от Джакира Бежит по нему Один Крепец Ну не очень Хорошо работает Карапаси Брюмастер Врывается в Тайтхантера Какой урон Ультимейт Шадоу Демона Хекс Стан И Тайтхантер Не выходит из стана Войт тут продолжает Разбираться с вышками Пока его тиммейты Заняты Убийством героев Соперника Следующий Джакира Минус Охренеть Дранкенброулер Камень Имберспирит Стрела залетает Ризану Но минус бараки В общем-то Остальное не важно Даже рейнджовые Могут не добивать Так и делают Просто уходит домой Воет Рискует Кстати говоря Делая вот такое ТП Но в итоге Все-таки уходит Покупает себе бабочку Несет баттерфляй Это еще больше урона Больше скорости атаки Самое главное Абсолют неубиваемость Итак Это 35% Месов от бабочки И 25% Месов от любого урона От магического Или физического От бэктрека Кроме того БКБ Кроме того 1900 КП Хроносфера И Аджор Замечательно Этому вайду Не хватает Только вместо Медаса Какого-то очень хорошего Дамажущего артефакта Типа Дейдалуса Или МКБ Пока что здесь Дейдалус в приоритете Потому что никаких Месов нет Реконект Пишет Форев Да Двич лагает Также немного Подлагивает у меня Стрим Но действительно Немного Ждем Двич лагает Двич лагает Переподключаются К игре Отлично Просто отлично Реди Поехали 36 минут Ну конечно МВП будет уже Очень тяжело Здесь наверстать Упущенное 20 с лишним Тысяч Они проигрывают Слишком пассивно Я бы сказал МВП То есть Можно сказать Что они проиграли Не в мясо Но на самом деле Но на самом деле Это не так Потому что Они настолько Пассивны Что я не вижу Как бы они Выиграли Эту игру Я только вижу Как они Могут Подольше Не проиграть Постараться Просто отходят Минус БКБ Минус Минус БКБ На Сларке Это уже Многое дает 1.9 Конечно На Сларке Это провал Никс Цепляет Ничего И Воет Хроносфера По троим Почти по четверым Героям Еще бы чуть-чуть Мог попасть По пяти Вообще Сларк уходит В инвиз Сразу после Хроносферы Да после Хроносферы Можно Вайда Начинает пробивать Бабочка Бэктрек Бэктрек Бабочка Урона Абсолютно Ноль Минус Сларк Минус Тайтхантер И Гудгейм 1.0 В пользу Тайтан Ну и Посмотрим Может MVP Пересмотрит Чуть свою Игру Ко второй Игре Нужно им Конечно Стараться Играть Активнее Потому что В такую Доту Против Тайтан Не выиграть Они просто Делают Все что Хотят Возможно Последняя Четвертьфинальная Игра ESL1 Азиатской Квалификации ESL1 Через Несколько Минут А пока Небольшой Перерыв Да Яматех 5.0.14 Без смертей Красавчик Субтитры Субтитры